здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы свяжем шапку стыренную у алиэкспресс по вашим просьбам девчонки вот этот кстати нет пришел моток пухонорки один в комплекте с другой пряжей летней которую я заказала но я я насколько помню я пух норки больше не заказывала то ли он подарок ну вот сегодня он пришел я его достал и как раз думаю как раз он не пригодится сейчас связать вот эту шапку потому что у меня она как бы из пухонорки а у меня остался один моток от жилета синий и вот не хочется два подряд видео как бы синий из синей пряжи поэтому кстати он мне пришел я все равно эту шапку распущу потому что с ушками у меня некому носить шапка у меня по вашим просьбам вот и пока еще у нас как бы остатки зимы я свяжу эту шапку и так девчонки само начало вязание вот здесь вот такой вот трудноватый момент но я же говорю я три дня обдумывала как же сделать эту шапку чтобы не было шва на макушке чтобы он не мешал в общем пришла я к такому как бы результату это а моя а импровизация вот значит что первым делом нам понадобится крючок желательно потолще я взяла тонкие но буду свободно свободно вязать спицы я использовала для этой шапки 3 миллиметра и 4 маркера потому что мы будем разделять наши четыре сектора значит первым делом я набираю 37 петель довольно свободно воздушных петель на цепочку 1 2 3 4 2 3 3 4 35 36 37 и теперь теперь я перехожу на спицы кромбола крючком но что-то мне спицами вот вот нормально спицами и и все значит теперь вот эта петля у нас будет вот она видите нужно фломастер она у нас будет боковая теперь от нее мы идем набирать петли по цепочке 35 петель и так вот эту первую петельку пропускаем со второй начинаем считать 1 достаточно свободно чтобы они у нас не первые ряды не не затянуло и не не создавало вам проблем значит так еще раз а маркер не одела вы представляете подготовила и не одела или он у меня упал значит после первой петли у нас маркер девчонки вот она у нас отделена петли и 35 значит это у нас вот эти вот 35 петель одеваем маркер еще из последней петли вот она вывязываем еще одну петлю одеваем маркер крючок нам больше не нужен уходи так здесь одеваем маркер значит это наша боковушка вот она точкой обозначена и теперь я продвигаю эти петли и теперь вот не считая вот этой одной отделенной я напротив каждой достаю еще 35 петель с противоположной стороны следим чтобы ничего не потерять видите напротив напротив каждой петельки очень тщательно и аккуратно здесь набираем эти петли вот я набираю последние петли еще одна так теперь здесь я тоже вот видите они параллельно друг другу набраны эти петли здесь я тоже цепляю маркер вот и теперь у нас уже как бы определились мы с этим вязанием вот значит здесь одна петля и здесь одна петля и дальше вот так вот по спирали у нас пошло здесь 35 петель теперь девчонки что у нас далее в образце в оригинале у нас здесь по центру идет 7 таких косичек у меня же будет их 6 по 2 петли узор оставлю под видео в описании ссылка который я использую возможно это не совсем тут узор который в оригинале но но он очень похож поэтому я использовала тут узор значит по две петли и между ними по одной петли изнаночной и соответственно по краям это 19 петель здесь и 19 петель здесь есть по краям у нас 8 петель петель резинка 1 на 1 8 петель резинка 1 на 1 здесь 8 петель резинка 1 на 1 8 1 на 1 понятно да распределение петель здесь у нас из одной петли мы вывязываем 5 из этой одной вывязываем 5 потом потом уже буду давайте первый ряд мы сейчас распределим эти петли потом уже будем будем решать значит первая петля у нас идет вот это отделяем ее вот эти петли отделяем маркером вот она это первая петля мы из нее вывязываем 5 таким вот образом лицевая накид лицевая накид лицевая все из одной петли мы сделали 5 переснимаем маркер далее у нас идет резинка 1 на 1 которую мы начинаем с изнаночной петли 8 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 вот она пушка и переходим далее на вот этот вот узор так первые 8 петель провязали резинка 1 на 1 далее начинаем вот эти вот петли начинаем с одной с первой изнаночной далее 2 лицевые и так шесть раз изнаночная 2 лицевые 2 1 изнаночная 2 лицевые 3 1 4 5 6 и заканчиваем еще одной изнаночной как на схеме далее у меня 8 петель резинка 1 на 1 2 3 4 все сходится отлично начинаем по узору здесь закончили изнаночной начинаем лицевой 1 2 3 4 5 6 7 8 далее у нас опять вот эта вот петля дополнительно из нее мы вывязываем 5 1 2 3 4 5 одеваем маркер переходим на вторую сторону то есть мы вот так вот движемся по спирали и так будем продолжать все я наверно сегодня уже больше ничего видите что творится не могу спицы удержать руках так и теперь вторую сторону точно также начинаем с изнаночной петли 8 петель резинка 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 есть 8 теперь вот это вот распределение 1 изнаночная 2 лицевые и так 6 раз раз два 3 4 5 5 6 далее 1 изнаночная замыкаем этот узор сейчас пока ничего не видно но потом будет видно и и далее 8 петель 1 2 3 4 8 петель резинки 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 есть перетягиваем на эту сторону то есть видите мы вот так вот продвигаемся конечно можно сделать это все дело как упростить сейчас я подумаю девчонки можно вязать снизу но потом сокращать не знаю я девчонки как упростить вот я же говорю я три дня ходила с этой шапкой в мыслях думала думала как сделать ничего лучшего я пока не придумала возможно есть какой-то упрощенный способ он точно есть но шапка вязана машинкой поэтому у них там чуть-чуть другая система и так девчонки маркер вот эти пять петель теперь из них что мы делаем из первой петли я вывязываю 3 1 2 3 ой и чем нормально 1 2 3 теперь изнаночная петля лицевая изнаночная из последней то есть из 5 петель у нас из первой 3 петли из последней 3 1 1 петля накид 1 3 а между ними изнаночная лицевая изнаночная то есть здесь у нас теперь девчонки что будет из каждой из первой и из последней петли мы будем вывязывать 3 все время через ну как все время через ряд через ряд мы будем вывязывать по 3 а эти петли мы будем вклинивать резинку 1 на 1 ну то есть в основной узор который у нас уйдет потом шапку значит здесь у нас 3 вот эти петли которые у нас была одна дополнительная и 1 там будет место расширения вот она а здесь мы вяжем по узор 8 петель резинки 1 на 1 там где две лицевые мы вяжем узор резиночку которая у меня была вот на днях вот она пройдите по ссылочке посмотрите как она вяжется подробно так вот она то есть по центру мы будем вывязывать косы ну как в нашей шапке я попыталась же повторить шапку поэтому а далее все вязание у нас резинка 1 на 1 косы и добавление мы делаем через ряд вот как-то себе отметки один ряд мы вяжем и косы вывязываем и делаем добавление а второй ряд мы просто вяжем по узору там где лицевые вяжем лицевые где изнаночные вяжем изнаночными далее у нас резинка так опять наши пять петель теперь из первой петли мы вывязываем 3 2 3 далее изнаночная лицевая изнаночная и из последней петли 3 1 2 3 все еще один круг мы нет не прошлись на один круг вот еще мы нам эту сторону нужно опять потеряла маркер вида с ними так становись на место ничего сейчас будет легче девчонки это начало зато будет красивая макушка чтобы не было швов и чтобы ушки хорошо выглядеть поэтому мы здесь вот постараемся потом у нас все будет хорошо здесь у нас по узору резинка по бокам 8 петель и 9 изнаночная так 8 9 теперь косички ссылка под видео в описании на этот узор в оригинале их 7 этих косичек я же сделала 6 чтобы уменьшить немножечко потому что 7 но там же плотность совсем совсем и мы понимаем что это машинная вязка и я боялась не вписаться как бы саму общую картину поэтому я сделала 6 косичек так вот они 6 я провязала видите они находятся напротив друг друга здесь у нас практически нет никакого шва никакого соединения благодаря нашим учениям далее пойдет как по маслу поверьте вот самое сложное мы уже с вами прошли вот эти вот два первых ряда вот сейчас уже пойдет уже будет больше петель легче будет двигаться уже не будет так сложно перемещаться так теперь у нас четный ряд получается но он по сути у нас нечетный но как бы изнаночный в котором мы ничего не делаем они наши 5 петель сейчас у нас ряд в котором мы их просто провязываем начинаем с лицевой лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая то есть здесь у нас тоже резинка один на один и все петли которые мы будем добавлять вот из этих крайних мы ввязываем в узор здесь просто по узору все вяжем все вяжем растягивается ну ничего либо оно само разойдется пух норки да действительно делает такое безобразие либо 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 нам придется там подхватить пару пару стежков ну посмотрим это сейчас рано об этом судить так как до того момента пока у нас не образуется нужное количество петель на шапку посмотрим сколько будет у меня потому что посчитать по оригинале по источнику не получится потому что это машинная вязка мы должны приспособить так теперь снова что мы делаем из первой петли вот маркер первая петля вязаем 3 1 2 3 средние петли вяжем по узору теперь у нас 7 петель в центре и с последней петли тоже вывязываем 3 и далее по узору и таким образом мы продолжаем да вот здесь вот у нас я из одной петли вот этот клиент увеличивается по центру все идет без изменений просто вывязываем узор надеемся что пряжа распушится потому что если она остается такая лысая будет некрасиво посмотрим кстати это пряжа с другой этикеткой не с такой как я покупала как раз и посмотрим разницу пряжи какая лучше на по итогу так мои хорошие вот теперь вот смотрим как это все выглядит видите вот он наш угол который мы добавляем по 3 петли вот здесь вот видите вот он расширяется здесь на этом этапе вы корректируйте по своей пряжи по своей голове то есть если это детская шапочкой если вы вяжете на маленькую девочку то корректируйте здесь количество петель вот вот по плотности вязания вы сейчас можете определить сколько вам по итогу нужно петель у меня образовалась здесь 35 и здесь 35 то есть всего у меня 140 петель и теперь я уже добавлять не буду вот мои все добавления к сожалению дырки здесь остаются не знаю если что девчонки попробуйте добавлять не через ряд две петли а в каждом ряду по одной петле но в каждом ряду и тогда возможно дырок не будет учтите мой косяк и попробуйте так ну либо же вот эти дырочки просто с изнанки прихватить тоненькой одинарная вот эта ниточка немножко прихватить еще вариант что она не разойдутся просто после этого что это просто сейчас такой результат в общем довязала я до 140 петель и теперь я вижу ровно вот эти вот резинку и продолжаю вывязывать узор вы знаете пожалела надо было 7 все таки делать ну да ничего девчонки вы в любом случае вам важно понять сам принцип а а а косичек вы можете по центру сделать сколько угодно можете их вообще не делать в общем смотрите сами то есть вяжем ушко пока не достигнем то есть вяжем вот это ушко пока не достигнем нужной нам ширины вот и все и далее вяжем ровно да еще хотела сказать плохо пушится это пряжа вообще по моему писали мне девчонки что желтая этикетка я лучше качество чем с той белой которая у меня была но я из той белой уже два раза вязала большие упаковки брала и там мне нравится больше возможно я еще ошибаюсь мало совсем связано может она еще раз пушится хотя ну в принципе пушится девчонки может еще не все так плохо еще только начало вязания я уже истерику устроила вяжем дальше ровно говорят что их раздражает мои девчонки а я не знаю как по-другому обращаться ну вот девчонки а кто ну может пару парнишек смотрит который вяжет но в основной там массе девчонки вот сейчас на данном этапе мы вот в таком вот виде видите дырки остались пока не затянулись и пряжа не очень то и распушилась ну да ладно сейчас мы переходим на внутреннюю часть и вот 20 сантиметров я связал ориентировочно 20 сантиметров теперь мы что единственное что меняем продолжаем вязать но только не делаем вот эти вот косички потому что как бы во внутренней шапке они и не нужны зачем они нужны во внутренней шапке правильно вот поэтому мы их не делаем мы вяжем просто здесь резинку 2 на 2 а вообще я бы может быть вязала и всю шапку внутреннюю резинкой 2 на 2 ну да ладно не будем усложнять значит здесь у нас остается резинка вернее не 2 на 2 а 2 на 1 у нас же здесь правильно вместо косы мы просто вяжем две лицевые вот и получается что мы уже вяжем внутреннюю часть что еще в некоторых там фотках есть что вот здесь вот разделено как бы внутренняя и внешняя шапочка одним рядом изнаночных петель что я не рекомендую делать потому что если вы сейчас провяжите один ряд изнаночных петель вы впоследствии не вы не сможете корректировать как бы глубже ну саму внутреннюю часть и то есть высоту самой шапки если мы сейчас просто продолжим вязание без вот этого изнаночного ряда то мы потом легко вот здесь у нас может смещаться и мы можем регулировать саму высоту и уже мы сможем с внутренней шапкой мерить и регулировать как бы эту высоту самой шапочки поэтому на данном этапе после 20 сантиметров если это детская шапочка то возможно даже там 15-16 сантиметра то есть вот так вот в принципе один плюс минус один сантиметр и неважно не ничего страшного потому что потом оно все подкорректируется в общем я продолжаю вязать уже внутреннюю часть без вывязывания узора просто вот а что хочу сказать по поводу ушек так придется все-таки здесь подшивать с изнанки но я вам покажу потом простой иглой тоненькой иголочкой подхватить и как бы убрать вот эти дырочки потому что мне они не нравятся видите хотя может быть и ничего странно в общем смотрите сами девчонки я по я их уберу а может не уберу я то все равно шапку буду распускать мне ее некому носить может и не буду показывал вам один кусочек как это сделать если нет в принципе я же говорю можете просто добавлять по одной петле в каждом ряду и вот этой вот дырки не будет это мой наверное косячок изначально ну вот так вот да то есть дырочки эти можно убрать можно их избежать так и так провязала я 16 сантиметров вот уже как бы без узора и теперь я буду делать сокращение теперь хочу вам показать вот эти дырочки как я еще не знаю получится не получится вообще-то надо это делать той пряжей которая которая вяжите я хочу чтобы было видно потому что я хочу распустить то есть вот так вот вот иголочкой я все это дело прихвачу не хочу я чтобы там допустим дырки были если вам эти дырки не мешают да пожалуйста если мешают тоже как вариант вы попробуйте добавлять по одной петле вот вот но в каждом ряду чтобы не нарушить этот то конструкции ухо интересный да способ меня девушка попросила эту шапку я сначала посмотрела кто ну так легко проще простого а потом как рассмотрела а ничего подобного вообще не проще простого совершенно непонятно для меня посмотрела вот эта макушка вроде бы как не сшита у них думать да как же ж они ее делают потом некоторых моделях смотрю вроде бы и видно там шов ну вы понимаете вот такая вот непонятка получилась проверяем вот и прекрасно смотрите и ничего не видно вот таким вот образом зашивайте если вам мешают дырки потому что этой особенностью обладает вот именно эта пряжа она так легко как бы расползается ну хотя в изделии она мне очень нравится вот что не как как бы ее там не гадили ну нравится мне эта пряжа я с удовольствием из нее вяжу и ношу с удовольствием вот жилет синий который благодаря вам связала я так им довольна вообще легенький мягенький тепленький обалденный обалденный я же говорю благодаря вам если бы не ваша реакция на тот разбор я бы его и не вязала понимаете в чем дело поэтому спасибо спасибо вам надеюсь вы тоже понавязали и тоже с таким же удовольствием как я носите этот жилет вот таким вот образом изнаночки с лица вот смотрите какая разница ощутимая может и не может и и так лучше в общем смотрите я вам показала а вы решайте сами и делайте выводы как вам лучше значит теперь что что я теперь делаю по поводу макушки сейчас мы будем продвигать макушку нашу значит что у меня здесь связано я эту вторую не буду потому что я же говорю шапку буду распускать поэтому не хочу потом пороть и уничтожать пряжу здесь у нас не будет там в три ряда стянуто здесь я буду делать такой такую плавную макушку чтобы потом этот стянутая макушка у нас не деформировала ушки возможно это можно и стянуть но я что-то по как бы внешний вид нам тут по сути не важен во внутренней шапке поэтому что я сделаю я провяжу вместе каждую пятую шестую петлю раз два три четыре пять шесть вот здесь вот уже даже и узор не вашим раз два три четыре пять шесть 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 я здесь уже вяжу резинкой один на один понятное дело узор сбивается но это не важно два три четыре и так я провязала ряд по кругу теперь я просто опять же вяжу далее сантиметров пять потом мы уже все стянем так провязала я уже сокращенное количество петель четыре с половиной сантиметра и теперь буду уже сокращать полностью стягивать макушку сокращать сокращать буду провязывая по две петли так значит здесь у меня изнаночная я ее провяжу буду вот так вот лицевую и изнаночную провязывать под две вместе это внутренняя шапка никакой красоты здесь не нужно никаких никакой слежки за лицевой и изнаночной вернее за какую стенку вязать за поворотами этих петель в общем просто провязываю по две петли вместе так вот прошла себя по кругу по 2 вместе печь снова дальше тоже еще круг 2 вместе и еще круг чтобы там осталось 12 петель до 20 петель которые можно будет стянуть сейчас еще один круг точно так же пройдусь сейчас у нас просто сейчас это конечно это как это если это что это поэтому это 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 так вот и все девчонки теперь я эти петли в стену эту нить я отрежу и оставлю одну дополнительную которую продену в иглу и я это все дело стяну вот и все и стяну здесь и в принципе все шапочку намочу высушу потом отсыпок так вот она уже постиранная в принципе распушилась пряжа девчонки ничего не могу сказать еще блажновато но мне нужно завтра я не могу видео сделать поэтому мне нужно сегодня доделать это видео за счет того вот смотрите за счет того что внутренняя шапка у нас кругленькая а внешняя вот именно вот этой вот формы и образуются вот эти вот ушки посмотрите они полые шапка у нас находится внутренне вот таким вот образом так что хочу еще хочу измерить возможно вам нужно глубже будет ее сливать хотя я смотрю она не глубокая там по картинкам до оригинала она тоже такая как губы мелкая ну не знаю если вдруг вам этой губы 20 сантиметров у меня ширину тоже 20 вот ну понятное дело что она растягивается если вам вот видите я одеваю на голову образуются ушки вот за счет этого они и образуются немного она влажновато мне не хочется ее очень тянуть вот вот в принципе все девчонки я думаю я разобрала эту шапочку ушло один ровно один моток ровно 11 сейчас покажу вам сколько вот осталось остаток так что одного мотка хватает единственное что я бы изменила да наверное ну вот из каждого в каждом ряду по одной петле бы добавляла не через лято в каждом ряду видите я подшила и в принципе она все очень аккуратненько и симпатично смотрится все девчонки на сегодня все с вами была века и школа рукоделия всем пока пока пока